Всем приветик! Сегодня будем готовить вот этот суп по вашим просьбам. Кому интересно, это реально американская тема. Tomato soup ever since like forever, like Americans eat tomato soup. And a very common combination is tomato soup and grilled cheese. Like, especially on cold winter rainy days. Oh, it's so cold! If we played out the snow and got all icy cold and come back in, that we had grilled cheese, mom would make grilled cheese and tomato soup. And this is like really very good quality. Yeah, this is really good. You don't need to cook it from scratch. You just buy this. Yeah, you can buy it in a can. Like, when I was a kid, most of the time we would buy tomato soup in a can. This is just better. But, you know, if still you can do that just fine. Nice. Like John loves tomato soup with grilled cheese, right? Grilled cheese, yes. This is so American. You asked yourself. I'm going to demonstrate it right now. I've got a great machine. You just see it, you will fall. What is that? I was in college, I've had that. I've had that thing for like, what do I say? So, college was by 1986. So, what, 30 years I've had that thing. It works, so I don't get rid of it. John, this is my age. That's your brother. I know it's ugly, but it's not ugly. John, why do you never throw stuff away? I don't know. I like to keep some of the works. Why do you work? He says, once he works, he says, look, look, look. He makes grilled cheese sandwiches. He loves grilled cheese sandwiches. I really do a good job. Oh, my God. Oh, my God. You can leave it already. You can leave it. Don't forget it. Can you give us such a holiday? Why? People love to leave old things. Давайте подумаем над этим глубже. Вот под реальным. У меня бабушка любила сохранять хлам, там всякие там мисочки, всякие там какие-то тряпочки, все вот это сохраняла. И он, значит, такое. Моя мама любила все выкидывать. Я люблю все выкидывать. А я что-то как выкину, Джон все время просит, Дену, ты выкин, зачем? Саша тоже мне говорит, мам, зачем ты выкидываешь все? А мне прям нравится выкидывать. Я люблю выкидывать. Я чувствую какое-то, ну, освобождение. И по психологии так тоже рекомендуют. Выкиньте лишний хлам, чтобы разгрузить ваш мозг. Например, выкинуть старые вещи, купить новые. Это из той же серии. А Джон сохраняет это все. Это барахлище. Я это все время смотрю на это иду. Думаю, оно уже с дырками. Костюм. I don't know. I bet you I bought that thing 20 years ago. 20 лет костюма. О, говорит, это хорошо, Даня. Грей шейп. Ага. Я сейчас его пойду посмотрю, покажу. А вот этот пиджак, я его нашла. 20 лет. Ну, кстати, он не такой уже страшненький, нормальный даже, очень приличный. Что здесь написано? Вот такой вот. Вот. Ну, он уже из него, мне кажется, вырос. Потому что это худенький он был, наверное. Тогда он его и носил. Вот. И даже воротничок не грязный. Все нормально. Ну, видно, что, конечно, какой-то он затертый, но нормальный. Да? Он любит пользоваться чесаком. Прям как я. И вот этот сыр. Чедр-чедр. Я не знаю, на русле как-то переводится. О, да. Хорошо. Ну, и вот такой темный хлебушек. Изикел Брэд? Да, изикел Брэд. Изикел Брэд, который мы покупали с вами по рецепту библейскому, помните? Значит, внутри у нас маслечка, а сверху сыр. Так, вот так вот в конечном итоге выглядит наш бутербродик. Вот эта вот штука. How you call that? Она дымится. Тут сейчас начнется сигнализация скоро. You can cook it on like a just on the stove top, you know, on like a frying pan. That also works just fine. А, то есть это масло вниз идет ясненько. Я даже не знала, что так работает. Ну, реально, ну, выкидя эту тайком выкинуть, чтобы он не знал. Не расстанется с ним никогда. О, оно такое симпатичное, пахнет хорошо. Может, мне тоже такое буду делать? Ммм, то есть масло испарилось, пропиталось. Хорошо. Вот так супчик выглядит. Очень густой. Ям-ям. Вот так выглядит этот сэндвич с грилл-чизом. Можно и так порезать, кстати. I'm very happy. I love it. So another thing that a lot of people like to do is to dip there in the grilled cheese and the tomato soup and eat it together. So, mmm. Ай, он как хомяк. Mmm. Очень вкусно. Смотрите, сколько пилюй. Show it, please. Это же есть люди-алкоголики, а есть вот такие вот... Алкоголики? Витахолики. Да. Why you don't have one, like, every day? Because you can't get everything in one. It's impossible. It's probably omega-3 or something. Yeah, one of them is omega-3, one of them is CLA. Давайте посмотрим, как это происходит. Please. Кошмар. Ну, по частям. Это уже радует. You take turns. Ну, как бы, да, многие американцы так делают. Я если одну большую съем, она же идет обратно. Она как будто застревает. У меня огромная. Тут целая... Тут это же вообще... What's your problem? I'm being healthy. Понятно. Все понятно. Hey. What are you doing? I'm taking a traffic school, online traffic school test. School? Back to school? Yeah. Because I got caught speeding. Ну, я не удивлена. It's not a big surprise. No. So, it's happening in Utah. It's a new one. We're wearing it in Chicago. No, this was in Utah. Back in November. Да. В общем, он ехал с ночью... 90 or 100? I don't know in this one. Something like that. 90, I guess. Well, it was 85. Well, see, I got two. Was it like... Он уже путается. Two weeks of each other. One was on a county road. One was on the interstate highway. I don't remember which this one was for. So, interstate highway, I was going 100. 100, это очень, очень, очень. In an 85. Как тебе? And he knocked me down to, like, 90, I think, or 95. And then, uh, the other one, I was going 80 and a 65. Mm-hmm. And they were very nice with you, да? Oh, yeah, they were very nice. They really tried to help you to not speak because it's dangerous for you. Yes. Да, it's not just because they don't like it. Right. They were nice. They were very nice. Now, what did you learn? Nothing. What are you doing, then? I'm going to take this task. They're talking about what to do when you, when there's police who have somebody pulled over already. Make sure you give them space, drive around them. They're talking about how many times police get killed every year because people aren't paying attention. When they have somebody pulled over and they hit the car or hit the police officer on the road, um, you know, that kind of stuff, so. Yeah. Do you remember how much you pay for that speed ticket? Um, I didn't pay anything yet. It was 65 dollars for the class. Uh-huh. And then I have to pay the court cost for the ticket, which will be, I don't know, 180 dollars, something like that. And, uh, just go to school or just not go to school. I don't know. Just, I don't know. Just, John, it's not the first time. And he's doing it all the time. And he's doing it all the time and he's doing it all the time and he's sitting, why are you always spinning? Tell me, please, it's like a sickness or something. You can't stop and you can't help yourself. And it's a little first time, right? No, not first time. Человеку нравится учиться. You like to study, right? No. Познаёт новое что-то. Because every year it's new. Ой, окей. Что себе взять? Вот такой вот, John. Если вам ещё интересно, мы можем про это поговорить поподробнее. Просто я не знаю, сколько это имеет какую-то ценность для вас. Пишите в комментариях. Можем как-нибудь устроить вопрос-ответ на эту тему. А потом я пошла на воскресный ланч с церковной группой девчонок из Шарлотта. Я впервые пришла в гости к Марьяне на такую встречу. И сегодня мы будем слушать историю от Дианы, которую дочерили в Америке. А вот и сама Марьяна. Вот, первая встреча была в марте. Мы начали первую, мы вообще арестовали. Потом мы что-то купеете. И так каждый раз я кого-то ищу, смотрю, идеи разные. У меня уже есть готовность. И так получается, что в каждой разе есть что-то два Вот так зародились воскресные ланчи. Мне кажется, это прекрасная миссия у Марьяны. Просто общение в дружеской атмосфере, без никакого напряга, абсолютно бесплатно. И речи о том, чтобы вступить в какую-либо церковь тут нет. История Дианы, девочки из Украины, которую впоследствии удочерила семья из Америки, на меня произвела неизгладимое впечатление. Сколько боли физической и душевной она перенесла. История очень длинная и требует полного погружения. Я оставлю ссылку в описании к моему видео и в комментариях. Если вам интересно, обязательно посмотрите. Но самое главное, что все печали позади. И история имеет счастливый конец. В общем, короче, я еду сейчас, просто рыдаю. Это капец. Вот эта история, которая заставляет душу просто разрываться на часть. Жалко. И в то же время это радость, которая... И слезы, и радость, и улыбки. Вот разрывается сердце на части. Не знаешь даже, как реагировать. Самое главное, что она хорошо реагирует на свою историю. И вообще смеется со всего этого. Что у нее нет никакого зла на ту ситуацию. И что так все получилось. И она говорит, слава богу, что у вас все хорошо. И я думаю, боже, как хорошо, что у меня все хорошо. Что у меня не было такой ситуации, как у нее в детстве. У меня же было прекрасное детство. Выдохнуть. Это сложно, конечно. Я-то, наверное, одна так рыдала. Хотя у многих было такое ощущение, как на мокром месте глаза. Но вот прям, чтобы так рыдать, это только у меня было. Наверное, у меня какая-то слабая психика. Я не могу услышать чужие страдания. Так мало. Спасибо. Что у меня было. Я не хочу管 просмотри. Выдохнуть. Дом alumа.